Книга «Открытым оком», тема «Обращение ко Христу», 6 том, вопрос 1533, Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стих. Еще подобное Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. Что здесь подразумевается под полем сокровища? Кто из человек, нашедший сокровище и утаивший его? В Библии 15 раз встречается слово «утаить», из них только три раза в положительном смысле. Евангелие от Муки, 10-21, Матфея, 11-25, Бытие, 18-17. Когда это делает Господь, а в остальных случаях это мерзость, ибо утаивается от Господа, и что такое «все продает человек, дабы приобрести поле»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это жизнь, мир, в котором мы вращаемся, это есть поле. Жизнь прожить, не поле перейти. И самое ценное – знать цель, путь, направление. Это есть Царство Небесное, пристань вечное. И достичь ее возможен только через примирение с Отцом Небесным, только через жертву Христа. Он, Скупитель, нашел наше сокровище. И все это мы достигаем через уверенность, через слышание проповеди о любви Божьей. Филиппийцам, 1 глава, 21 стих. Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Колоссиным, 3 глава, 4 стих. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь Ним во слабе. Колоссиным, 2, 3. В котором сокрыты все сокровища, при мудрости и ведении. Евреям, 11, 26. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Колоссиным, 1 глава, 27 стих. В котором благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, который есть Христос в вас, упование славы. Нашедшие это сокровище, есть слышащие проповедь о Христе. И когда нет проповеди прямо о Христе, то это значит, что от нас скрывают батюшки это сокровище, чтобы люди не обогатились, а держат людей около византийских объедков. Матфея, 23 глава, 13 стих. Горе вам, книжники и парисей, лицемеры, что затворяйте Царство Небесное Человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Находит, потому что услышал о Господе, о Его искуплении, о Его крови, пролитой для Его оправдания. Когда душа находит Христа, то все свои преимущества и успехи в этом временном мире она с радостью меняет на страдания за Христа. На жизнь даже в скудости и в лишениях, но с Богом, избирает Бога, одного только Бога. Филиппийцы, 3 глава, 7 по 9 стих. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую, да и все почитаю тщетую ради превосходства поздания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы преопрести Христа и найти в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Слово «утаить» здесь только в положительном смысле высвечивается. 1 Тимофею, 3 глава, 9 стих. Хранящее таинство веры в чистой совести. Утаивает от людей, чтобы неукрепленного, не облегшегося силы родственники не отвлекли от Христа. Так было в житиях всех святых, как у Пантелеймона и Асафов и других. Иногда такая вера едва только еще теплится, и человек боится преследования за эту маленькую веру и ночью открывает себя пред Богом. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 39 стих. Прошел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смир и алоэ, литр около ста. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 22 стих. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы те, кто признает его за Христа, того отмечать от синагоги. Евангелие от Иоанна, 12, 42. Впрочем, из начальников многие уверовали в него, но ради корисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги. Когда же соберет свое проданное богатство, то есть пока еще без объяснений оставляет свою работу прежнюю и греховную, и раздает милостыни, и потом только ясно выявляется, какое поле и какую жемчужину человек приобрел, и ради чего и продал все прежнее свое богатство. Утаивается ради Господа, а не от Господа.